МОЦАРТ Лиза Андронова, поклонница Шерлока Холмса, тоже встретила нас со скрипкой в руках. Я должна сыграть так, чтобы эта мелодия привязалась потом. Не только мне, но и людям, чтобы не шли, так напевали ее. Даже Великий Эйнштейн утверждал, скрипичный способ мышления вовсе не выдумка, и этот инструмент не притягивает случайных людей. У меня есть такая маленькая мечта, которая вряд ли сбудется, чтобы я выращивала новые растения, играла для них на скрипке и создавала новые цвета. Там, не знаю, голубой, ведь еще ученые не разобрели, чтобы вырастить голубого цвета в каком-нибудь растении. Розу, например. Я посмотрела в детстве мультик, и увидела, как муравей играет на скрипке, и захотелось пойти тоже на скрипку. Я пошутила, поэтому я пришла на музыку. Я не думала, что бабушка это воспринимет так всерьез. Эта история так впечатлила юную писательницу, что стала основой ее серьезного литературного эксперимента. Книга карманного формата так и называется. Не слабая шутка. Вот у меня надо, чтобы был такой день, который был красочный, чтобы была история, чтобы можно было его описать. Я обычно после этой истории сама сажусь и пишу о ней. С каждым годом как-то интереснее с ней общаться. Она человек общеплительный. Каждое событие для нее действительно событие. Это и выступление, там и конкурс. Пока местные журналисты и прозаики обсуждали сюжетные линии, жанры, настроения, сама Лиза еще до презентации смело отправилась сразу в читательской аудитории, одноклассникам. И все на уроке спрятали ее под партой, не отрываясь читали. Даже учительница удивилась, потому что... Ко мне подошел один мальчик, не буду называть его имя, чтобы он уже не обижался. Ну, не очень он любит читать, вообще никогда не читал. Но когда увидел мою книжку, оторваться не мог. Сказал мне сам, что он будет теперь читать, что я дала ему начало. Что такое писательский талант в ее семье знают хорошо. Мама – режиссер и журналист, бабушка – член Союза писателей России. Она дала начало моему творчеству, помогала мне во всем. Общение с Лизой то и дело заставляет думать, ей всего 12 или уже 12. Половина этих лет состоит из череды международных музыкальных конкурсов, а юная леди уже сокрушается о бесцельно проведенном времени. Да, в пустые прожитые годы, потому что я несколько лет валяла дурака, ничем не занималась, но... Это первые три года? Ну, нет. Ну, почему? Я в скрипку пошла 5 лет, но мне уже должно исполняться 6. А вот моя подруга, с которой я тут познакомилась, она пошла в скрипку в 3 года. И уже где-то в 4 она стояла с оркестром на сцене. Мне бы так. Вдохновляясь музыкой Вивальди, Баха и Моцарта, Лиза не перестает конспектировать свои впечатления в блокнот. За лето планирует написать следующую книгу. Я начинаю немножко оценивать ее иначе, потому что действительно она все пропускает через себя все свои ощущения, эмоции. Мне так удобно стоит кровать, у нас огромная бетонная стена на улицу уходит, и когда тает снег или просто идет дождь, слышно, и ночью под мягким теплым одеялом очень приятно слушать эти капли, и сразу какие-то мелодии вспоминаются. Я читала в интернете, что некоторые люди не могут заснуть от тиканья часов, потому что мешают они, как будто вспоминают какие-то танцы, хореографы. А мне наоборот, я сразу вспоминаю ритм какого-то произведения, как будто слушаю его в голове. Она бесстрашно пробует себя во всем, но пока художественную школу, гимнастику, каратэ, бальные танцы и даже стрельбу из лука уверенно вытесняет музыка. Пока мы маленькие, нам надо выбирать, куда стремиться, ведь не знаешь, кем ты станешь в будущем. А вот пианино, признается Лиза, она любит из чисто практических соображений. Ни с собой носить, ни в руках держать не надо. Надо, чтобы у тебя было настроение под те произведения, которые ты играешь. Вот все играют там по три часа, по четыре. Я просто на них смотрю и завидую. И когда я слушаю каких-то исполнителей, прямо так хочется, ну зачем мне это надо, вот они есть, они уже знаменитые, вот пусть и они остаются на этой сцене. Когда минорных нот в настроении становится больше, Лиза в компании бабушки отправляется на железнодорожный вокзал. Ей нравится смотреть на проходящие поезда и придумывать хэппи-энды для тех, кто занимает купе. Она и сама готова хоть сейчас отправиться в Санкт-Петербург или Анапу. И там, и там у меня было много-много событий, которые мне перевернули жизнь, может быть. Тогда рассказывай. В Анапе мне было три года, я все прекрасно запомнила. Я туда ехала, и я поняла, что я такая маленькая, и если я сейчас не начну запоминать все события, то я уже в старости ничего не вспомню. Я решила, ну, во-первых, уже наметила писать рассказы, может быть, вести свои дневники, и все-таки пытаться запомнить хоть что-то из жизни, чтобы было интересно в будущем. Ее книга «Не слабая шутка» иногда похожа на дневник. Может, поэтому одноклассники одними из первых и прониклись короткими рассказами до последнего загадка, чье имя появится на следующей странице. Ну, был один мальчик, плохой мальчик, Савва, то он обиделся. Она честно признается, талант требует жертв. Особенно юную писательницу огорчает то, что не хватает времени на общение с друзьями. Я не знаю, какое у нас будет будущее. Мы такие маленькие, у нас все впереди, поэтому мы все одинаковые. Я люблю с горки кататься, например. Играть в игрушки. У меня вся постель в игрушках вставлена, потому что, ну, не могу я без них, я еще ребенок. Но, взяв себя в руки, тут же продолжает. Что же это такое? Напишут читать смешно, а еще называют свои книги бестселлерами. Все-таки хочется что-то реальное писать, чтобы показать людям, как ты видишь этот мир. Потому что все видят его по-разному. А успех, по-взрослому рассуждает Лиза, часто приходит именно тогда, когда его не ждешь. Или когда в тебя не верят взять хотя бы прошлогодний международный конкурс «Сплошные форс-мажоры». То автобус задержат, то без репетиции оставят. И мы разыгрались только один раз, и надо было уже идти на сцену. Я так боялась, потому что учительница уже видела поражение, что вот я уже ничего не смогу нормально сыграть. Но я собралась, потому что жюрист сказал, ну, что вы такие все напряженные, сегодня суббота. И так сразу вообще расслабилась, и все получилось, я заняла третье место вроде. Только не стоит думать, что Лиза Андронова – баловень судьбы, которому легко даются победы. Она просто из тех, кто позитивно смотрит даже на маленькие разочарования. И абсолютно честно рассказывает о них журналистам. Что поделать, проза жизни. У меня с уроками и с оценками не очень заладилось в прошлом году. У папы такая традиция вышла, что он забирает на меня телефон, компьютер, планшет, телевизор, радио. И я сижу только вот с книжками и все. Она пока не знает, кем станет, но даже спустя шесть лет обучения точно не видит себя музыкантом. Это скорее эстетическая составляющая, которая поможет осуществить еще одну маленькую мечту. Такой странный ответ дам. Чтобы про меня сняли документальное кино. И чтобы я ходила по местам, в которые я сейчас хожу, и рассказывала, показывала пальцем, что я тут делала. Ну как все такие сентиментальные старушки на телевидении делают. С таким активным образом жизни до старости ждать не придется. Тем более, что первые десять минут фильма уже сняты. И мы желаем Лизе Андроновой новых интересных серий о ее успехах. Друзья, за время существования телепроекта мы сняли более двухсот самых разных интересных людей. Если у вас есть не менее талантливые родственники, соседи, знакомые, звоните в нашу редакцию по телефону 720020 и 720021. Пишите нам Рязанско-Морошинская, 5, телекомпания «Город». Оставляйте свои пожелания на сайте город62.тв. Мы с огромным удовольствием возьмем видеокамеру, приедем в гости и сделаем еще одну хорошую, добрую передачу. Редактор субтитров А.Семкин